Публицистика Ганова Людмила Современное искусство, современная живопись, современные художники – это арт-проект двух современных художников, культивирующих современное искусство и видящих в нем своеобразное священное предназначение будущего. Современное общество поклоняется бизнесу, а самое важное в человеке – творческое начало, которое развивает именно искусство. Ваш дом, в котором стоят свободно Бентли, Порш, на самом деле пуст и беден, если в нем нет произведений современной живописи, вашего понимания ее. Многие современные арт-пространства, которые вы видите, например, в современных фильмах, уже это поняли и стараются приобрести картины современной живописи, современных художников. Публицистика Ганова Людмила Публицистика писателя Ганова Людмилы Хорошо быть дураком и спрашивать у кретинов, сколько эта картина стоит и покупать ли ее. Никаких современных экспертов, которые на самом деле могут оценить художественный уровень картины, не существует. Где они, эти фамилии? Но вообще-то картина говорит сама за себя, но чуткому образованному человеку, который занимается искусством, пытается его понять, а не вложить в него деньги. Доверяя чужому вкусу, как будто у вас может быть свой, вы полностью проигрываете. Это просто бизнес-отношения и ничего больше. Даже эксперт по классике может втюхать вам подделку. И только та картина, которая лично вам понравилась, произвела на вас впечатление, заслуживает вашей покупки. Эта покупка может стать очень важной и нужной в вашей дальнейшей жизни. Она, картина, становится спутником вашей жизни. В ней может быть заключен колоссальный моральный нравственный потенциал, взгляд на жизнь и понимание жизни, которое вам очень нужно. Которое является открытием для вас. Вот почему ценятся картины великих художников. Они были прежде всего великими личностями. Свои открытия несли в это общество. Но человек, который не понимает такое явление, как картина, все же не сможет купить хорошую талантливую картину. Да она ему просто не нужна. Так что мы видим много грани в таком явлении, как покупка современной картины, современной живописи. У картин свой язык. Как свой язык у романа, у стиха. И вы должны понимать этот язык. Другое дело, что нас долгое время отучали при советской власти от понимания этого языка. Были заказные картины. То доярки, то столевары, то пастухи. И было абсолютно не важно, кто их написал. Для картины это очень и очень важно. Кто и как ее написал и создал. Кроме того, художнику указывалось, как она должна быть написана. Было понятие соцреализм. А то ему светили врата ГУЛАГа. Само понятие и понимание живописи как искусство таким образом тщательно вытравливалось и уничтожалось. Так что, если вам захотелось купить картину, полотно современного художника, то вы доверьтесь, прежде всего, собственному вкусу и чутью. Они вам искренне помогут. Все остальное от бизнеса. Это статья для аукциона современного искусства. Аукцион21.ру Публицистика Гановой Людмилы. Новым Бентли, похоже, никого не удивишь. И Роллс Ройсом, похоже, тоже. И дело совсем не в том, что в каждом новом суперсовременном и дорогом зарубежном фильме вы видите часто в офисах, коттеджах, картинных галереях произведения современного искусства. Именно произведения современных художников, которым есть что сказать современному обществу и современным людям. Я говорю в первую очередь о художниках с современным интеллектом, которые выдвигают современные художественные идеи и реализуют их в своем собственном творчестве. Современный интернет позволяет таких художников легко найти, относительно легко найти, познакомиться с их творчеством и даже выбрать и купить те работы, которые им действительно понравились. Вы не уверены в своем собственном художественном вкусе? Себе нужно больше доверять, быть знакомым с творчеством самых различных художников и современных художественных течений. Аукцион современного искусства, auction21.ru Дело конечно не только в том, что нужно отличать оригинальные художественные полотна, арт работы, от плагиата. Еще конечно хочется сказать о том, что профанация работ современной абстракции, когда на полотно выливается небрежное ведро краски и выдается за абстракцию. На самом деле совсем не абстракция. Абстракция на самом деле, как художественное полотно, это высочайший, это современный высочайший интеллектуальный уровень современного мышления. Один из основателей современного абстрактного искусства является Василий Кандинский. Каждое полотно которого бесценно и висит теперь в самых знаменитых музеях мира. А вот теперь его подражателей очень много. А вы, если знакомы с его творчеством, легко можете понять, кто, где и в чем ему подражает. Художественное полотно, картина, это не фотография, как многие почему-то считают. У ней другие возможности, способы выражения и понимания. Хотя и фотография может быть художественным произведением. Художник, современный художник, может передать то, что он считает самым важным в реальности. То, что он создает. Самые разные способы подачи этой реальности. История знает самые разные способы передачи этой реальности. Ну, например, французская барокко или модернизм начала 20 века. Хотелось бы предложить Вам познакомиться с творчеством двух знаменитых современных художников. Совсем не дешевых. И чтобы Вам было, что показать в своем суперсовременном офисе, резиденции, загородном замке. В России так много миллионеров и миллиардеров, которым совершенно некуда девать деньги. Не будем забывать и об инфляции. Аукцион современного искусства 21 века. Ганова Людмила для аукциона современного искусства 21 века. Аукцион21.ру Как купить наше современное искусство? Вы собрались купить картину современного художника. Для того, чтобы она висела над Вашим камином. Или Вы хотите украсить свою спальню. Многие теперь покупают современную живопись для галереи по лестнице на второй этаж. Или Вы просто хотите сделать любимому человеку очень красивый подарок. Картина стала непременным атрибутом современности. И очень нужным, и очень модным. Но как найти художника, который Вам понравится? Который по-настоящему современен. А его полотно впоследствии может стать даже знаменитым произведением искусства. Как видите, здесь много вопросов. И в современном решении этого вопроса Вам, как ни странно, может помочь именно интернет. У него очень широкие возможности, по сравнению даже с очень большой, хорошей выставочной галереей. Потому что в современной интернет-галерее Вы можете познакомиться с разными этапами творчества художника. Понять уровень его мастерства. Оценить его, наконец. Наша интернет-галерея позволяет Вам купить современное искусство прямо у самого художника, без посредников. Подобрать картину, которая подходит Вам по цене. А если Вы просто собираете современное искусство, то Вы можете купить сразу несколько интересных для Вас полотен. Без современной авторской живописи Ваш дом, квартира, дача не могут считаться современными модными домами. Современное искусство Как складывается понятие современного искусства? Какие имена в нем останутся и почему? Мы часто забываем, что произведение искусства – это очень сложная вещь. Художник живет и творит в определенное время. Поэтому понятие времени, в которое он жил для искусства, очень важно. И многие исследования творчества художников привязываются именно ко времени, в которое он жил и творил. Кроме того, эпохи создают определенные стили, которые преобладают в определенное время. Эти стили являются открытиями. И эти открытия уникальны. Это чаще всего заимствованная стилизация. Даже сейчас, зайдя на любой современный сайт по искусству, по искусству вы легко увидите, какой стиль использует художник в своих картинах, в своей работе. Что ищет наше современное искусство? Это самый важный вопрос. Эти поиски идут в таких областях, как живопись, скульптура, фотография, музыка, поэзия, литература, веб-дизайн, архитектура и так далее. Это сложнейшие и труднейшие поиски, прежде всего философские поиски, на которые художник тратит всю свою жизнь. Я считаю, что современное искусство в жанре живописи стремится, прежде всего, к очень точному отбору художественных средств, которые художник считает важнейшими для себя. А это ведет его очень часто к пониманию и созданию его собственного абстрактного искусства, его открытия. Провозглашенный в советское время в живописи художественный реализм потерпел настоящее крушение, а ведь из-за него пострадало столько выдающихся художников. Не надо думать, что любой человек может понять живописное полотно и даже высказать свою критическую оценку. Разобраться, например, в современной физике и математике большинство людей не в состоянии. Точно так же и не в состоянии они разобраться в современной живописи и искусстве. Понять их. Искусство – очень элитарная вещь. Его понимание не стоит путать с деньгами. Богатые могут рассматривать искусство только как вложение капитала, не больше. И все же, мы должны смотреть, ходить на художественные выставки, посещать галереи, музеи, стремиться понять, увидеть, открыть, а не быть завсегдотаями продовольственных супермаркетов. В школе должны быть специальные курсы по изучению культуры, и в том числе современного искусства. Иначе мы превратимся в жрущее общество чеванливых людей. Я тоже считаю, что культура – это самое важное в человеке, не только для его собственного развития, но и для развития всего общества. А мы вырождаемся и даже не замечаем этого. И даже начинаем понимать, что бизнес не является самым важным моментом развития нашего общества, нашей жизни и нас самих. У нас украли самое важное – возможность приобщиться к культуре, к творчеству, самых выдающихся людей нашего времени – художникам. Вот что входит, по моему мнению, в концепцию понятия современного искусства. Просматривая картины, выставленные в серии, вы, несомненно, убедитесь, что этим двум художникам свойственна широта понимания тех художественных методов, которые они создают сами в своих полотнах. Что их художественная система всякий раз органично работает с материалом, сплачивается с ним в нечто единое целое. И всякий раз перед вами новое интеллектуальное открытие. Совершенно новая созданная картина. Вам, зрителю, доверчиво открывается духовный мир художника, его ценности. Это могут быть трогательные беззащитные цветы, которые засияют в вашей душе своей бессмертной красотой, увиденные только этим художником. Орнаментальные декоративные рыбки в цвете, которые имеют здесь такое большое значение, могут напомнить вам о наскальной живописи, которые тоже совершенны и прекрасны. Но как мало людей, которые понимают это. Эти современные художники владеют разными возможностями обобщения и абстракции. Да, это современное искусство. Да, это его поиски и вершины. Это сложнейший труд, который безошибочно позволит вам понять, что данное полотно написано только ими. Кое-что в их художественной манере похоже. Они часто создают современные символы, нашей не такой уж богатой цивилизации. Арт-критик Ганова Людмила Современные художники Кэт Ганн и Цуриков Илья Публицистика Ганновой Людмилы О художественной реальности Создание новой реальности, как одна из важнейших задач художественной системы современной живописи Кэт Ганн и Ильи Цурикова. Этот мир, в котором они живут, или они хотели бы жить, или это то, что их волнует в этом мире, или это та реальность, которая создала их воображение, или это то, что они любят больше всего на этом свете, или это то совершенство мира, которое они увидели. Вы можете наступить на цветок в поле и не заметить этого, а ведь можно этого и не делать. Художник размышляет над тем, зачем растут цветы в поле. Не такой уж это и простой вопрос. Это вопрос философии существующего мира. Это вопрос, относящийся к философии природы. Итак, художник находится в поисках реальности этого мира. Самых важных реальностей для него этого мира. Художник в течение своей жизни художественной осуществляет поиск своей собственной реальности. Он пытается понять красоту этого мира, и вместе с тем он ее создает. Художник, талантливый, гениальный художник, это редчайший цветок. Какой, спросите вы? Любой. Они все редчайшие цветы. Природа их всех создала в течение миллионов и миллиардов лет. И цветы тоже участвуют в поиске этой совершенной красоты. Они ее тоже создают. Вы спросите, значит в цветах есть интеллект, ум? Я хочу взять на себя ответственность и сказать, что да. Цветы, они живые. Они волшебные. Художник тоже занят поиском этого волшебства создания. Недавно я услышала музыку группы «Энигма». Это одна из редчайших элитарных музыкальных групп. И она создала прекрасную музыку. В своих клипах, чтобы передать ее необычность. Оператор, режиссер стали искать необычные кадры реальности, существующие ей. Соответствующие ей. Это сооружение древних цивилизаций, прежде всего связанных с Богом. У каждого народа они свои. Но это тоже поиск совершенства человеческой личности. Может, человеку стоит остановиться в своей жизни? Для этого поиска совершенства своей личности, своего «Я». Пока что часто мы находимся, сами того не понимая, в поисках, как причинить в обществе личности зло друг другу. Потому что мы живем в бизнес-обществе. У бизнес-общества тоже очень ограниченные возможности. Оно не может бесконечно существовать. Коммунистическая модель общества тоже не может существовать бесконечно долго. Так как у него ограниченные возможности. Может, нам направить свои поиски на создание и сохранение человеческой личности? Директор музея, в котором я работала в юности, решил однажды сделать какую-то выставку фотографий ко Дню Победы. На одной из этих фотографий была молодая, очень красивая женщина, которая прикрывала рукой обнаженную грудь. Ее раздели и, видимо, приготовились сжечь в фашистской печке. Ее раздели человеческие ублюдки, потерявшие совесть и честь. Но у нее был собственный внутренний человеческий мир. И она прикрылась от них своей рукой. А они спасали свои позорные жизни, сжигая других людей. Я эту женщину и ее взгляд, и это движение руки всегда помню. У них что-то с совестью, сказал Геббарян в фильме о Тарковского Солярис. Надо смотреть, чтобы с нашей собственной совестью никто ничего подобного не смог сделать. А еще остались такие с совестью, спросил мой сын. Или мы запутались в обмане, который нас окружает, сказала моя дочь. Ганова Людмила Для аукциона современного искусства 21 века Аукцион21.ру Магазин Фотография Фотография, как культура, делается все более востребованной в нашем постсоветском обществе. Вы постоянно окружены фотографиями. Это еще и один из самых удобных способов оформления вашего жилища. Интернет предоставляет вам уникальную возможность купить фотографию, которая именно вам нравится и которая является оригинальным произведением искусства. Фотография делается все более современным искусством. Именно авторская фотография, способная конкурировать с живописью. Какие фотографии? Например, фотографии редчайших цветов, с их необычайной красотой. Главная фотография – авторское видение, то, как увидел их фотограф-художник. Это могут быть и индустриальные, и городские пейзажи, и коллажи. Кроме того, это может быть и современная Ню. Мы, например, можем предложить вашему вниманию и фотографию современного Ню с цветами и фруктами, одобренные международной, культурной, творческой, художественной общественностью. Красота человеческого тела бесконечна. Это икона, которой поклоняются все мужчины и стремятся создать все женщины. Итак, мы продаем современное искусство, в которое и входит фотография. Каждая фотография имеет свой уникальный авторский почерк. Мы не продаем безличное искусство для обывателей. Вы получите фотографию с настоящей подписью ее создателя. Кстати, цена такой авторской фотографии со временем будет только увеличиваться. Кроме того, это еще и хорошее вложение ваших денег. Наши работы находятся в знаменитых частных коллекциях и музеях. Мы приглашены со своими работами в Международный центр фотографии. Наши фотографии одобрены выдающимися фотографами современности. Например, такими как Марио Сукхи, Сукхи, Джефф Иббо, Анна Рибейро Сантос, Марьяна Шарлотта Милона-Свяковский, Дидье Массе, Маргарет Ван Тулдер, Агнес Хоклет-Зоргани, Фабио Кёйнер, Микаэль Ферраро, Филип Кулон-Персиваль, Андреас Хюман, Карлос Ривера-Джаком, Жозе Гарсио Юмас, Маурицо Морони, Роберто Рой Эркалино и другими. Прошу у них прощения, не могу всех упомянуть. Например, французский галерист Денис Оливье часто добавлял наши работы в свои арт-проекты с Нью. Например, проект «Человеческое Нью», где собраны все выдающиеся работы фотографов мира, работающих в жанре Нью. Эти фотографы-художники олицетворяют сейчас современное искусство мира. Фотограф Цуриков Илья, модель Картган, арт-директор Ганова Людмила. Публицистика Ганова Людмила. Поиски современного искусства. В нашей современности идут самые активные поиски в живописи, не только формы, но даже и содержание. Живопись может быть одна из самых консервативных форм искусства, хотя такое утверждение может показаться странным для вас. Вы бываете на художественных сайтах? Тогда вы, несомненно, интересуетесь, прежде всего, теми художниками и теми их работами, которые говорят об этих поисках. Вместе с тем, вы, несомненно, отметите, что поиски эти очень сложны. Современное искусство очень сложно осуществляет эти поиски. И также, несомненно, что самым консервативным жанром является натюрморт. Натюрморт со временем Сезанна почти не изменил своего содержания. Яблоки, стол, полотенца. Кажется, что этот вечный набор никогда не покинет натюрморт. Галерея современного искусства 21 века art-21.ru совершила реальный прорыв в освоении этого жанра, даже в его понимании. Им принадлежит создание нового русского бренда в натюрморте. Понимание того, что именно русское искусство и только оно способно это свершить. Вашему вниманию будут представлены картины и современная фотография, где вы будете реально присутствовать и в том мире, в котором вы живете, и одновременно в том мире, который из него создал художник. Как он его увидел? И как он его открыл для вас? Там будут бутылки с нашей русской водкой, кедровые шишки, самогон, русские крынки, русское пиво клинское и белый медведь, «Русские цветы». Это русский взгляд на мир, на жизнь. Русские цветы – самые уникальные в мире. Везде в мире они уже практически уничтожены, за исключением бизнес-цветов. На полотнах нашей галереи вы можете увидеть редчайшие букеты огоньков с березовыми поленями, букетов полевых цветов, которыми сияет русское поле. До сих пор понимание необходимости в жизни человека цветов. Как высшего стремления человека и природы к совершенству. В поисках новой формы мы пришли к открытию необходимости жанрового сочетания со стилем граффити, его уникальной и гибкой возможности сделаться важнейшим элементом самого высокого современного искусства. И последнее. Открытие в поисках форм современной живописи – это строгая ню. Особенно фотографии, где обнаженная совершенная женщина украшена такими же совершенным созданием природы, как цветы. Наше внимание к букетам астр прориктовано их звездностью. И это не только метафоричность сравнения. Природа повторила свои формы в звездах и в астрах, которые могут стоять на вашем столе и приковывать ваше внимание. Наш бренд – также и русские астры. Публицистика Гановой Людмилы Своё понимание арт-искусства, которое выставлено в лучших современных галереях, мне захотелось закончить Парижем. Имя этого города навсегда связано с группой гениальных художников, которые жили и творили в округе Монмартр. Хотелось бы сказать прежде всего об Утрилла, Морис Утрилла, который воспел сам Париж. Как художественную реальность искусства. Его знаменитые здания, часовни, дворцы, миллионы людей со всего мира едут прежде всего взглянуть на портрет Моны Лизы, который теперь висит в Лувре. Это портрет невероятно загадочной, абсолютно красивой женщины, которая продолжает волновать и наших современников. Трогательная улыбка Моны Лизы, обращенная к этому миру. Теперь мы увязли в мире бизнеса. И делаемся в нем все более холодными, циничными и расчетливыми. И это понимание жизни проникнуло даже в современное искусство, в современные арт-галереи. В этих современных галереях много компьютерной интернет-графики, которая, конечно, поражает. Но так мало улыбающихся и счастливых современных лиц. Начинаешь понимать, что живопись на самом деле имеет огромное отношение к любви человека, его творческой личности, его интеллекту. А вам часто настойчиво пытаются объяснить, почему это произведение такое ценное, поселить неуверенность в вашем понимании искусства. На самом деле человек должен подойти к картине, посмотреть на нее и сам решить, нужна ли она ему, следует ли ее покупать для себя. Искусство всегда принципиально новое состояние интеллекта, творчество. И прежде всего вы его открыватель. Такие интернет-галереи, как Момо, я почему-то думаю, что на порог не пустят нового художника. Они их подгоняют и выбирают под свое понимание искусства. Нет принципиально новых идей выставки в выставочных залах. Пришел, записался, бесплатно повисел неделю, месяц. Каждое государство достаточно богато, чтобы их содержать. И все же мне было приятно зайти вместе с хозяевами небольшого выставочного зала прямо с Парижской улочки в их небольшую галерею из нескольких небольших комнат. Первое, что я увидела, это портрет гениального Элвиса Пресли. Хороший портрет, но у него почему-то было серьезное выражение лица. Но Элвис Пресли почему-то всегда улыбался миру, жизни, людям, нам. У него была совершенно потрясающая улыбка. Мы только сейчас начинаем понимать, насколько он был гениален. Они не хотели, чтобы искусство стало официальным. Они хотели, чтобы вы, когда шли по Парижской улице, зашли и побыли там немного. И там в уголке сидел и играл гитарист. А что действительно красиво. Продолжение следует... Продолжение следует...